Темные аллеи Горница, где можно было Отдохнуть или переночевать Пообедать или спросить самовар Подкатил Закиданный грязью тарантас С полуподнятым верхом Тройка довольно простых лошадей С подвязанными от слякоти Хвостами На козлах тарантаса Сидел крепкий мужик В туго подпоясном армяке Серьезный и темноликий С редкой смолиной бородой Похожий на старинного разбойника А в тарантасе Стройный старик военный В большом картузе И в николаевской серой шинели С бобровым стоячим воротником Еще чернобровый Но с белыми усами Которые соединялись С такими же бакенбардами Подбородок у него был пробрит И вся наружность имела То сходство с Александром Вторым Которое столь распространено было Среди военных В пору его царствования Взгляд был тоже вопрошающий Строгий И вместе с тем усталый Когда лошади стали Он выкинул из тарантаса ногу В военном сапоге С ровным голенищем И придерживая руками В замшевых перчатках Пол и шинели Взбежал на крыльцо избы «Налево, ваше превосходительство!» Грубо крикнул сквозил кучер И он, слегка нагнувшись на пороге От своего высокого роста Вошел в сенцы Потом в горницу налево В горницу было тепло Сухо и опрятно Новый золотистый образ В левом углу Под ним покрытый Чистый суровый скатертью стол За столом Чистые вымытые лавки Кухонная печь Занимавшая дальний правый угол Ново белело мелом Ближе стояло Нечто вроде тахты Покрытые пегими попонами Упиравшиеся отвалом В бок печи Из-за печной заслонки Сладко пахло щами Разварившейся капустой Говядиной Хиларом листом Приезжий сбросил на лавку шинель И оказался еще стройнее В одном мундире И в сапогах Потом снял перчатки и картуз И с усталым видом Провел бледной худой рукой По голове Седые волосы его С начесами на висках К углам глаз Слегка курчавились Красивое и удлиненное лицо С темными глазами Хранило кое-где Мелкие следы оспы В горнице никого не было И он неприязненно крикнул Преотворив дверь в сенце «Эй! Кто там?» Тотчас вслед затем В горницу вошла Темноволосая Тоже чернобровая И тоже еще красивая Не по возрасту женщина Похожая на пожилую цыганку С темным пушком На верхней губе И вдоль щек Легкая на ходу Но полная С большими грудями Под красной кофточкой С треугольным Как у гусыни Животом Под черной шерстяной юбкой Добро пожаловать Ваше превосходительство Сказала она Покушать изволите Или самовар прикажете Приезжий мельком Глянул на ее округлые плечи И на легкие ноги В красных поношенных Татарских туфлях И отрывисто Невнимательно ответил Самовар Хозяйка тут Или служишь? Хозяйка Ваше превосходительство Сама, значит, держишь? Так точно, сама Так что ж Вдова, что ли Что сама ведешь дело? Не вдова Ваше превосходительство А надо же Чем-нибудь жить И хозяйствовать Я люблю Так-так Это хорошо И как чисто Приятно у тебя Женщина все время Путливо смотрела на него Слегка щурис И чистоту люблю Ответила Она Ведь при господах Выросла Как не уметь Прилично себя держать Николай Алексеевич Он быстро выпрямился Раскрыл глаза И покраснел Надежда Ты Сказал он Торопливо Я Николай Алексеевич Ответила она Боже мой Боже мой Сказал он Садясь на лавку И в упор Глядя на нее Кто бы мог Подумать Сколько лет Мы не видались Лет Тридцать пять Тридцать Николай Алексеевич Мне сейчас Сорок восемь А вам под шестьдесят Я думаю Вроде это Боже мой Как странно Что странно Сударь Ну все Все Как ты Не понимаешь Усталости Рассеянности Высчезли Он Встал И решительно Заходил По горнице Глядя В пол Потом Остановился И Красней Сквозь Седину Стал Говорить Ничего Не знаю О тебе С тех Самых Пор Как ты Суда Попала Почему Не осталась При господах Мне Господа Вскоре После вас Вольную Дали А где Жила Потом Долго Рассказывать Сударь Замужем Говоришь Не была Нет Не была Почему При такой Красоте Которую Ты Имела Не могла Этого Сделать Отчего Не могла Что Ты Хочешь Сказать Что Ж тут Объяснять Небось Помните Как Я Вас Любила Он Покраснел До слез И нахмурец Опять Зашагал Все Проходит Мой Друг Завормотал Он Любовь Молодость Все Все История Пошлая Обыкновенная С годами Все Проходит Как Сказано В книге Иова Как О воде Протехшей Будешь Вспоминать Что Что Кому Бог Дает Николай Алексеевич Молодость У Вся Кого Проходит А Любовь Другое Дело Он Поднял Голову И Остановясь Болезненно Усмехнулся Ведь Не Могла Же Ты Любить Меня Весь Век Значит Могла Сколько Не Проходило Времени Все Одним Жила Знала Что Давно Вас Нет Прежнего Что Для Вас Словно Ничего И Не Было А Вот Поздно Теперь Укорять А Ведь Правда Очень Бессердечно Вы Меня Бросили Сколько Раз Я Хотела Руки На Себя Наложить От Обиды От Одной Уж Не Говоря О Всем Прочем Ведь Было Время Николай Алексеевич Когда Я Вас Николенькой Звала А Вы Меня Помните Как И Все Стихи Мне Изволили Читать Про Всякие Темные Аллеи Прибавила Нас Недоброй Улыбкой Ах Как Хороша Ты Была Сказал Он Качая Головой Как Горяча Как Прекрасно Какой Стан Какие Глаза Помнишь Как На тебя Все Заглядывались Помню Судой Были Вы Отменно Хороши И И Ведь Это Вам Отдала Я Свою Красоту Свою Горячку Как Же Можно Такое Забыть А Все Проходит Все Забывается Все Проходит Да Да Все Забывается Уходи Сказал Он Отворачиваясь Подходя К Ну Уходи Пожалуйста И Вынув Платок И прижав Его К Глазам Скороговоркой Прибавил Лишь Бы Бог Меня Простил А Ты Видно Простила Она Подошла К двери И Приостановилась Нет Николай Алексеевич Не Простила Раз Разговор Наш Коснулся До Наших Чувств Скажу Прямо Простить Я Вас Никогда Не Могла Как Не Было У Меня Ничего Дороже Вас На Свете В Ту Пору Так И Потом Не Было От Того То И Простить Мне Вас Нельзя Ну Да Что Вспоминать Мертвых Спогоста Не Носят Да Да Не К Чему Прикажи Подавать Лошадей Ответил Он Отходя От Окна Уже Со С С С С С С С Одно Тебе Скажу Никогда Я не был Вот наглец Без сердца Без чести Без совести Впрочем Все это Тоже Самая Обыкновенная Пошлая История Будь Здорово Милый Друг Думаю Что И Я Потерял В Тебе Самое Дорогое Что Имел В Жизни Она Подошла И Поцеловала У него Руку Он Поцеловал У нее Прикажи Подавать Когда Поехали Дальше Он Хмуро Думал Да Как Прелестно Была Волшебно Прекрасно Со стыдом Вспоминал Свои Последние Слова И То Что Поцеловал У нее Вуку И Тотчас Стыдился Своего Стыда Разве Не Правда Что Она Дала Мне Лучшие Минуты Жизни К Закату Проглянуло Бледное Солнце Кучер Гнал Рысой Все Меняя Черные Колеи Выбирая Менее Грязные И Тоже Что То Думал Наконец Сказал С серьезной Грубостью Она Ваше Превосходительство Все Глядела В окно Как Мы Выезжали Верно Давно Извольте Знать Ее Давно Клим Ба-ба Ума Палата И Все Говорят Богатей Деньги Врос Дает Это Ничего Не Значит Как Не Значит Кому Ж Не Хочется Получше Пожить Если Совестью Давать Худого Мало И Она Говорят Справедливо На Это Но Крута Не Отдал Вовремя Пиняй На Себя Да Да Пиняй На Себя Погоняй Пожалуйста Как бы не Опоздать Нам К Поезду Низкое Солнце Желто Светило На Пустые Поля Лошади Ровно Шлепали По Лужам Он Глядел На Мелькавшие Подковы Сдвинув Черные Брови И Думал Да Пиняй На Себя Да Конечно Лучшие Минуты И Не Лучшие А Истинно Волшебные Кругом Шиповник Алый Цвел Стояли Темных Лип Аллей Ну Боже Мой Что Ж Это Было Б Дальше Что Из Пьяни Бросил Е Какой Вздор Это Самая Надежда Не Содержательница Постоялой Горницы А Моя Жена Хозяйка Моего Петербургского Дома Мать Моих Детей И Закрывая Глаза Качал Головой 20 Октября 1938 Года Продолжение следует...